Привет, друзья! Я готовлю серию видео по приготовлению темперированного живого веганского шоколада разными способами. И хочу сегодня начать со способа приготовления на какао-порошке и керобе. Покажу два самых простых варианта темперирования в домашних условиях. Заранее измельчаю ножом масло какао. Это необходимо для того, чтобы масло растаяло как можно скорее и шоколадная масса не перегрелась на водяной бане. Для измерения температуры вам понадобится пирометр. Это кондитерский термометр. Он бывает контактный и бесконтактный, с лазерным прицелом. Он подороже, но для приготовления шоколада это лучший вариант, так как позволяет очень точно и быстро измерить температуру шоколада, что очень важно в процессе темперирования. Вначале приготовлю молочный шоколад на какао-порошке. Итак, в глубокую металлическую емкость, кастрюлю или миску, выкладываю все ингредиенты. Масло какао, сухое кокосовое молоко, органический какао-порошок и кокосовый сахар, измельченный в пудру в кофемолке. Кастрюлю с водой для водяной бани нагреваю и выключаю огонь, не доводя до кипения. Только после этого ставлю на нее кастрюлю или миску с шоколадом. Важно, чтобы дно миски с шоколадом не касалось воды в нижней кастрюле. Все ингредиенты, кроме кокосового масла, заказывала на iHerb. Ссылку оставлю под видео. Сразу начинаю помешивать массу, чтобы шоколад прогревался равномерно. Периодически измеряю температуру. Здесь важно не перегреть. Нагреваю строго не выше 45 градусов, можно чуть ниже, так как хочу получить в конечном итоге живой шоколад. Периодически убираюсь в водяной бане, чтобы точно измерить температуру шоколада. Следующий шаг. Взбиваю шоколадную массу в блендере. Этот шаг можно пропустить, но я советую взбивать. Таким образом, шоколад на какао порошке получится нежнее. Кроме того, взбивание в блендере способствует быстрому снижению температуры, а значит темперированию. Теперь, перед тем, как залить шоколад формы, его надо остудить до определенной температуры. Для молочного шоколада это 25-26 градусов Цельсия. Я предпочитаю до 25 градусов. Темперирую, непрерывно помешивая лопаточкой. Поднимаю шоколадную массу на стенки миски. Или вот такими вращающими движениями миски, как это делают настоящие шоколатье. И вот мой маленький лайфхак. Всегда при охлаждении шоколада делаю это рядом с открытой форточкой, при условии, что на улице прохладно, чтобы комнатная температура в этом месте была несколько ниже, чем средняя комнатная температура. Когда температура шоколада упала до 25 градусов Цельсия, можно сразу разлить его по формочкам. А можно, как в классическом варианте, очень быстро снова поднять температуру шоколада еще на пару градусов, то есть до 27. И только потом разливать по формам. Я пробовала оба способа. Шоколад отлично кристаллизуется в обоих случаях. Но если вдруг у вас не получится в первом варианте, пробуйте второй. Темперирование шоколада или кристаллизация. Это процесс нагревания и охлаждения шоколада до определенных температур, что позволяет маслу какао затвердевать в определенной кристаллической структуре, при которой шоколад сохраняет блеск и твердую текстуру при комнатной температуре. Шоколад можно украсить орехами, сухофруктами и сухими ягодами. Итак, если темперирование прошло успешно, ваш шоколад схватится в формочках при комнатной температуре уже в первые 10-15 минут. Теперь точно так же готовлю шоколад на обжаренном кэрабе. Пропорции беру те же. В глубокую металлическую емкость, кастрюлю или миску выкладываю все ингредиенты. Масло какао, сухое кокосовое молоко, кэраб и кокосовый сахар, измельченный в пудру в кофемолке. Нагреваю до 45 градусов, можно ниже. Взбиваю массу в блендере, как в первом варианте, чтобы шоколад получился нежнее. Далее темперирую, понижая температуру абсолютно так же, как в первом варианте с какао-порошком до 25 градусов и разливаю по формочкам. Как и в первом варианте, можно быстро повысить температуру до 27 градусов на водяной бане и только после этого разлить по формам. С кэрабом так же, как и с какао-порошком, оба варианта рабочие. Шоколад на кэрабе застывает чуть дольше, но схватывается так же уже в первые 10-15 минут. Вот так выглядит готовый молочный шоколад на какао-порошком. Он достаточно твердый, отлично держит форму, не тает в руках. Вы можете брать его с собой на работу, давать в школу детям, дарить друзьям и использовать в качестве глазури. Здесь покажу не самый удачный вариант шоколада в плане эстетического вида. Красивый блеск шоколаду обеспечивает качественная поликарбонатная или силиконовая форма, так как блестит именно поверхность шоколада, которая непосредственно соприкасалась с формой. Например, вот в этой форме мой шоколад всегда выходит с разводами, независимо от способа приготовления. Поэтому его внешний вид страдает. А здесь вы видите шоколад на кэрабе. Он такой же твердый, не менее красивый, а самое главное, не менее вкусный, чем шоколад на какао. Шоколад на кэрабе отличная альтернатива традиционному шоколаду. Он гипоаллергенен и более полезен, чем классический шоколад. Надеюсь, это видео вам понравилось и оказалось полезным. Поддержите меня пальчиком вверх, делитесь с друзьями, пишите комментарии. Это очень вдохновляет и мотивирует. И делитесь своими фотоотчетами в инстаграм. Всем добра, до скорых встреч, пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok